Девушки отдыхают Диана и точка Верила, что доедем Доеду Артем, я знаю, я справляюсь А если я сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь Правда? Артем, прекращай себя мучить Мне просто больно на тебя смотреть На вас с папой Это просто судьба Дурацкая тряпка на ветру Бетон гнилой Склад этот идиотский Артем, иди Я ей наркот дам Пусть поспит немного Идем, братка Там мой разговор есть Эй, золотые руки Ты тебе тоже подтягивайся Отчего же ты плачешь? Я боюсь Боишься? Что случилось? Вот, кашля меня Вдруг как у тети Ани Да что ты, Настенька Ты ведь газом не дышала Это просто простуда Это мы мигом вылечим А тетю Аню? И ее вылечим Лекарство найдем И она сразу пойдет на поправку Правда? Честное слово Так что не волнуйся Хорошо, не буду Портайте слово Отъем Не волнуйся Все будет окей Аня сильная Так и есть, Настенька Так и есть Оля Это Алеша Как и обещал Выхожу на связь Надеюсь, ты слушаешь Мы осмотрели плотину И водохранилище Вам нужно уходить Как можно скорее Как минимум Пока не начались дожди Плотина еле держится И если ее прорвет Всю долину смоет А что останется Превратится в мертвые земли Так что уходите Завтра же А лучше вчера Договорись с остальными девчонками И поставьте вопрос на совете Тогда даже фираты Никуда не денутся Только оставь мне весточку Чтоб знал На какой край света За тобой отправляться Когда вернусь Как она Давай У нас новости Нехорошие Похоже А других у нас Уже давно не бывает Давай Ну, садись Одной больше Непростой разговор будет Этот снимок Новосибирска Мы сначала посчитали Испорченным Так что здесь? По описанию Зоны сильного заражения Показаны зеленым А некорректные данные Малиновым Но только сегодня Я заметил одну сноску В общем К некорректным данным Относятся Выходящие Запредельные Для измерительной аппаратуры Значения Простыми словами Зашкаливает До Новосибирска Еще 500 километров Радиация за бортом Уже почти как в Москве Дострельнули Может, казнивый С ним уже 20 лет Уровень радиации, конечно, снизился Но, в общем, Новосибирск Похоже С ним не надо опять делать Я скажу, что делать Мы с Артемом пойдем Так ведь? Мы все пойдем Товарищ Нет, так неправильно Она моя дочь Его жена Я своей паранойей По поводу оккупантов Загнал ее В тот чертов подвал Артем своей мечтой Вытащил нас из Москвы Так что мы оба Виноваты Также с этого момента Постоянно следим За радиационным фоном За бортом Сэм, ты первый Я сам А что там радиация смертельная Так это вообще-то Хорошая новость Вы имеете в виду Что некому было Аптеки и больницы грабить? Точно В отличие от голодков Что мы обыскали Товарищ Павлов Я по костюму Да Что там с ними? Комплектных получилось собрать Только два Видишь? Как раз на нас с Артемом Против судьбы и не поврем Помогут? Ну как? Понятно От пыли защитят Но там и прямое излучение Такое, что Ясно Усилить защиту Сможешь? Конечно Листовой свинец Уермакар запасы Есть Только в костюмах И так не особо удобно Ничего мы там Танцевать не собираемся Сколько времени Нам это даст? Может пару часов Все равно мало Лучше, чем ничего Не волнуйся Прорвемся Я еще В машине Кабину свинцом подобью Постарайтесь выходить Как можно меньше Спасибо Приступай Есть, товарищ полковник Постарайтесь 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 Перестанин ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда ребята из Ордена появились, я уже и не знал, жив ли, нет ли. Решил, что ангелы по мою душу. Так вот, знаешь я к чему? Нас сейчас больше, чем у меня патронов тогда. Мы справимся, и вы у меня будете в свинце до бровей пыхтеть, но справитесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Че, братка, перекурить решил? Это дело. Я вот-то не помню, рассказывал ли, нет ли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, каких людей встречать приходилось? И что, чем оно дальше, тем хороших меньше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вон, князь только. Все хрохворится, как всех врагов постреляет. А сам, как вы с ним на мост находили, мургомесов эти берег, даже Силангия стрелять не стал. А это у супчика и я сомневаюсь, что пожелал. Вот и выходит, что как есть он, добрая душа. Да. Илья Дамьян, всю жизнь домой попасть не стал. Как приехал, а там девушка интересная. Брон, этого мы опять же сковорнули. Ну, че надо еще? Пойжайте с нами до какого места приличного, да и оставайтесь жить в свое удовольствие. Нет, остался за свободу народа. Золото, конечно. А Леша вот тоже. Я думал, не путем вон в жизнь. Он нет, нашел такие любовь, представляешь? Ну, ты ж туда и оставайся с ней. Нет, за тебя с Аней переживать крепко с нами поехал. Да куда? На Сибиряху. Когда еще к Ольге своей воротиться? Ну вот, так я в чем это все? Раз с тобой, брат, когда с полковником, такие люди, значит, и дел наше право. И беду любую отдаляем. Точно? Давай, давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Костян, это сила. Лешие конкретно накатили. Всех наших на опушке порвали. Валят по дороге. Сашка Масол со своими пацанами с той стороны леса зашел. До самого лагеря ихнего добрался. Там пусто. Потом с концами пропал. Но походу они все куда-то намылились. Собирай, братву, всех, кто есть. Сосер вызывай, подключи бригаду длинного. Надо их перехватить, пока в дальний лес не ушли. За нас не парься. Тут уж реально абзац. Сидим в сарае в пятером. Все, кто остался. Отстреливаемся, пока маслята есть. Кругом суки эти завывают. Суки! Заику кончили, падлы! Получайте, сучары! Да, реально абзац. Заика только выглянул, прямо в глаз стрелой залепили. Так и приколотила к косяку. Все, пацаны, всем по кругу жму краба. Бывайте. Внимание всем! Говорит штаб гражданской обороны. Приближаться к городам Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Запрещено до особого распоряжения штаба, ввиду опасного уровня радиоактивного загрязнения. Самовольно покидать убежище запрещено. Пользоваться водой из открытых водоемов запрещено. Передвижение по грунтовым дорогам бешим порядком запрещено. Передвижение по железной дороге разрешено только для составов, оборудованных средствами очистки воздуха. Использование другой железнодорожной техники запрещено вне зависимости от состояния путей, ввиду опасного уровня радиоактивного загрязнения. Всем покинувшим убежище в плановом порядке немедленно явиться на Ивакопункты для дезактивации. Повторяем. Приближаться к городам Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск запрещено до особого распоряжения. Ольха, я со сна. Ответьте. Прием. Ольха, ответьте со сне. Прием. Ольха, вы пропустили 12-я за связи. Обстановка нормальная. За время вашего отсутствия происшествий не было. Прием. Подполковник Хлебников. Ответьте базе. Прием. Папа, пожалуйста. Ответь. Ольха, я со сна. Дежурить на приеме не могу. Связь кончаю. Следующий сеанс связи по расписанию. Прием. Папа, вернись, пожалуйста. Прием. Ольха, я со сна. Конец связи. Продолжение следует. Они говорят, им нельзя рисковать. Да хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. И слушайся там за... Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там, не очередные сумасшедшие. Полковник, хвосты целые и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Дома все целые. Сэм, что там с радиацией? Восемь разов выше, чем в Москве. И по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Мы вас не подъедем. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак? Аврору уведем на юг. На грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то придется. Мы с ТТ на хране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Вы идете на задание, чтобы спасти Петю Ани, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Ани сильная. Она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся. Пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Продолжение следует.